Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции уроков следующая. Икота. Очень огромный дискомфорт в области диафрагмы. Некоторые говорят, это спазм диафрагмы. Некоторые говорят, это заболевание желудочно-кишечного тракта. Некоторые авторы, сейчас вы поймете, почему мы говорим слово «некоторые» говорят, это заболевание желудка, растяжение желудка. Многие говорят, это часто употребление алкоголя может привести к икоте. Некоторые говорят, что человек много глотает воздуха, когда кушает, и потом у него выходит этот воздух. Но проявление икоты на сегодняшний день официально никем не подтверждено. Никем. Откуда она именно берется? Вот и все. Очень много рассуждений об икоте. Но все знают, что это очень огромный дискомфорт, который может появиться в ненужный момент. И человек чувствует себя очень неловко. Кто-то задерживает воздух, кто-то там задержал воздух 10 раз под сел, Кто-то, допустим, там держит, 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 держит воздух, чтобы икота там же и осталась, скажем так. Очень много народных средств. Вот. Чем может помочь акупунтура? Точку P8 дзиньцюй нужно тонизировать, активизировать массажными действиями. Тем самым вы помогаете избавиться человеку от икоты. И помните, очень много акупунтурных точек, которые помогают избавиться от икоты. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.